Я вам хочу страшную ночь сказать, это ночь, когда тут у нас реформа. Когда Галанта уволили? Я в Кнессити всю ночь, это был, вообще-то, я все время в Кнессити и всю ночь. Значит, тут у нас идут голосования по этой реформе, на втором этаже закон Дерри Штайм, потому что вдруг выяснилось там какие-то безумные вещи, что Биби мог себя назначить там каким угодно министром. На самом деле, я прошу прощения, закон Дерри Штайм, это закон Натаньягу, на самом деле. Он только назывался законом Дерри. Да, но я смогла в последний момент это поймать, там опять казуистика. И я заставила их изменить формулировку, при которой Биби не смог бы стать министром. Ну, короче, там долго рассказывать, тоже был грандиозный скандал. И тут вдруг с Галантом это, на самом-то деле он сделал то, что он должен был сделать. Я не знаю, насколько я могу вдаваться в подробности, но... Можете вдаваться в подробности? До этого в Кнессите было такое закрытое заседание, при котором мы получили, в нашей комиссии мы получили там, так сказать, чем это грозит. Вот если эта реформа проходит, чем это грозит? Я буду сейчас очень осторожно говорить, потому что это было такое секретное, там, да, с подгрифом секретное. Я скажу только то, что я уже где-то озвучивала. То есть, если бы эта реформа прошла или пройдет, то любой человек, который служил в израильской армии на серьезном посту, ну, или даже не серьезном, просто Галанчик, который был бы штахим, он был бы абсолютно однозначно подвержен международному суду. Ну, это... Опасности, подождите, международного суду. Ну, об этом говорил Алан Дершевич, что вы уничтожаете железный купол богатца. Алан Дершевич об этом говорил. Минуточку, я не знаю, кто говорил. Я знаю, что я сидела на этом вот закрытом заседании, об этом говорили совсем другие люди. Самое ужасное было в этой истории то, что, когда я у них спросила, а если кто-то из правительства, ну, Сара Бетахон, Роша Мемшала, там, у нас министров, слава богу, хватает. Вот то, что вы сейчас нам говорите, вы кому-то это озвучивали, был какой-то ешеваз, дьюн, что-то? Да, 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 да. Они сказали, нет. Заседания не было. Нет, не было. То есть, все знают, к чему это приведет. Подождите, это еще не все. Да, окей. То есть, помимо вашей личной... Ну, как никто потом сказал, из Ликуда, ну, так, чтобы они не ездили за границу. Ну, действительно. Ну, конечно, полстраны здесь посадим, которые не могут выехать за границу. Причем, надо понимать, это начиная от Роматкали, заканчивая простым солдатом. Потому что... Роматкали – это начальник генштаба, да. Да. То есть, данные всех наших солдат, которые так или иначе где-то чего-то, все есть, абсолютно. Это, безусловно, эта вот реформа повлияет на определенные военные связи, на определенные закупки, на разведывательную деятельность, ну, и так, 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 так далее. Да, то есть, я вообще была в ужасе. Я вышла с этого заседания в ощущении, что просто берут страну и коту под хвост. И самое ужасное, опять-таки, возвращаюсь. То, что мы сидели с этими сотрудниками, да, это надо понимать, с кем это. Мусат, Шабак? Окей, да. Это вот, 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 примерно, да, этот уровень, причем с самого высокого, военная прокуратура и так далее. То есть, самое ужасное в том, что в правительстве никто этого не сделал. Они просто не хотели этого слышать и знать. Так вот, эта ночь, когда тут, значит, реформа, тут у меня Дерри Штайм, тут этот друг с галантом, и ты понимаешь, что это кошелар. И ты включаешь телевизор, и ты видишь эти костры, этот горячий айолон. А потом я выхожу на балкон в Кнессе, там, курилка. И я вижу, ну, Кнессец огорожен, да, я вижу там этих, ну, полицейские лошади с полицейской, на территории Кнессета. И ты понимаешь, что это, это, то есть, это то, что, наверное, потом будут писать в книгах об истории. Окей, в этой связи у меня вопрос. Но народ, 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 я могла там убиться в этом Кнессете. Это только то, что сделали люди. Я про народ. Тетка, которая в тапках и в пижаме, выскочила ночью из дома, бросив детей, побежала, там, что-то, лявгин, на демонстрацию, вот она, она становила это безумно. У нас есть такая, у нас есть такая знакомая, которая вот именно в пижаме и тапках.